Привет, я Ваня. Мне 12 лет, я занимаюсь два с половиной года кикбоксингом. Я выбрал этот вид спорта, потому что он вырабатывает выносливость, силу, стойкость, защиту. Мне очень нравится заниматься всякими вольными боями с друзьями моими, стоять в спаррингах. Мы в школе иногда ссоримся, мы с ними здесь решаем проблемы. Мой любимый прием – это ударить с разворота. Ты можешь ударить человека, и тебе засчитают три очка на соревнованиях. Ваня занимается у нас два года, выступаемый по кикбоксингу, по боксу. За два года он… неплохие успехи у него. В этом году он выиграл первенство Крыма, попал в сборную Республики Крым. На следующий год, надеюсь, поедет и покажет какой-то результат на первенстве России. Кикбоксинг – это очень интересная дисциплина, которая включает в себя три дисциплины на татаме и три дисциплины в ринге. То есть на татаме там дисциплины с дозированным контактом, что хорошо, когда начинаешь тренировать маленьких детей, то есть чтобы они не боялись пропустить где-то жесткий удар. И есть также ринговые дисциплины, где они там правилами отличаются, но там разрешены жесткие удары. Кикбоксинг, то есть кик – это с английского переводится как «нога», «удар ногой». В первую очередь мы очень много работаем над ударами ногами, растяжка. Также боксорская техника руками. Обязательное наличие защитной экипировки – это шлем, это капа для зубов, протектор. Также бандаж на пах, у девочек еще старших, бандаж на грудь. Щитки на ноги и футы. Также боксорские перчатки. При наличии защитной правильной экипировки хорошей, то есть как бы травматизм практически сведен в нулю. Основные плюсы занятий кикбоксингом – это вообще как любым видом спорта. Это дисциплина, это самоконтроль, воспитание морально-волевых качеств, а также умение постоять для себя.